Благодарим Тебя наш Господь, благодарим Тебя наш Царь за милость, благодать, за любовь Твою, за Твою истину Господь. Благодарим Тебя за это чудесное утро, в которое Ты приходишь и посещаешь нас своим словом, своим присутствием. Благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни и славим Тебя. Аминь. Аминь. Давайте воздадим аплодисменты Господу большие. Ему вся слава. Слава Богу. Спасибо прославители. У нас студентки из Африки поют, как арабески. Халлелуя. Слава Царю. Вообще я человек интернациональный. Это хорошо, когда люди разных национальностей дают вкус церкви. Вкус. Поприветствуйте друг друга и в любви присаживайтесь. В любви, в милости и в благодати по отношению друг к другу. Друзья, я рад вас видеть и рад, что у нас прошел такой замечательный проект, как Остров Преображения. Проект был потрясающий, безусловно. Чудесный. Ну, что еще добавить? Я не знаю. Было здорово, одним словом. И, вы знаете, надо сказать, что это был один из самых больших палаточных лагерей христианских в России. Я не претендую на то, что это был самый большой, потому что я не соревнуюсь с другими. Но я хочу сказать, чтобы мы просто почувствовали эту радость. Слушайте, он был один из самых больших. Когда люди поехали на природу ради имени Христова, приехали в палатках, разместились тысячу с лишним человек. Ну, слушайте, это разве не прекрасно? Люди, которые приезжали впервые, они говорят, что эту всю инфраструктуру можно было создать. Вот церковью можно было создать. Друзья мои, это мы с вами создали, потому что ты и я являемся церковью. И сегодня я хотел говорить с вами на одну тему, очень важную, очень интересную, очень глубокую. Она так и звучит. Что значит новое творение во Христе? И у нас на экране мы знаем, что этот месяц мы назвали новое творение. Вы знаете, что меня всегда удивляет? Удивляет, что люди вот каким-то образом всегда стремятся к обновлению. Вот есть феномен обновления. Мы не можем ничего с этим поделать. Человеческая природа такова, что мы каким-то образом пытаемся выглядеть моложе, пытаемся сделать себе какие-то ботокс, уколы, натянуть что-то на свою физиономию. Вот выглядеть моложе и как-то обновляться. Вся природа так устроена. За зимой приходит весна. Это всегда обновление. В это время появляются какие-то стихи, приходит, знаете, поэзия к Пушкину Лермонтову и их подобным. Да, коты там мартовские вылазят, начинают кричать. Шизофреники тоже с ними что-то происходит в марте месяце. И мы понимаем, что происходит какое-то обновление. Обновление во всех сферах, как в позитивных, так и в негативных. И человек, он по своей природе, он хочет обновления. И когда я открываю страницы Библии, я вижу вот этот лейтмотив или нарратив Библии, который постоянно ведет нас к тому, что люди должны обновляться. И Матфея 3 глава, просто откроем ее и пойдем немного по тексту, но будем отходить влево и вправо от этого. Как раз, кстати, то, что у нас было крещение, очень сильно коррелируется с тем, что я сегодня говорю. И Матфея 3 глава говорит о том, что в те дни пришел Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И второй стих. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Что он говорит людям? Он говорит израильтянам. Израильтяне это был народ Божий. Это люди, которые в синагогах слушали Слово Божие. Ну, по крайней мере, современный Ветхий Завет, как мы его знаем. Они слушали это Слово. Поймите, друзья мои, нам сегодня нужно Слово. Человек не может жить без Слова. Библия это не та книга, которую нужно читать, знаете, во время дождя перед камином. Это не та книга, это не роман какой-то о любви. Хотя и о любви там много сказано. И весь потрясающие события. Если читаешь книгу Царства, там такая поножовщина, что любой, знаете, боевик американский отступает. Но все-таки Слово Божие, оно подразумевает под собой ежедневное вкушение, как и хлеб. Поэтому Иисус сказал, не хлебом единым будет жив человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому Библия носит в себе пророческий характер. Я читал Библию вдоль и поперек сто раз там на разных языках, под углом и так и сяк прочитывал. Но каждый раз открывая Слово, я понимаю, это Слово сегодня данное в мою жизнь. И, к сожалению, люди пытаются обновить свое тело, обновить сознание где-то там у психологов, может, и неплохо. Но, понимаете, они опять попадают в ту же самую тюрьму несвободы. Потому что подлинная свобода может прийти только от Слова. Поэтому Иисус постоянно приносил людям Слово. И вот с чего это Слово начинается. Приходит Иоанн перед Иисусом и говорит, покайтесь. Ребята, все начинается с покаяния. Знаете, великие даже говорили, тело омывается водой, разум, чем там, знаниями. И только душа омывается слезами. Об этом самые великие произведения написаны на земле. Раскольников там мучился всю свою жизнь. И мы читаем эту толстую книжку «Преступление наказания». Вот, я думаю, эта книга не для школьников. Школьники еще пока туповаты, чтобы воспринять всю эту глубину Достоевского. Но чем заканчивается? Тем, что кается его возлюбленная эта проститутка, да, Сонечка. И самый главный герой, который напридумывал себе всевозможных каких-то теорий, они все рухнули. И заканчивается эта книга потрясающим пассажем. Ему дают семь лет каторги. И эта Сонечка протягивает ему Новый Завет и говорит ему там, ну, знаешь, потерпи семь лет. А он говорит, Сонечка, на фоне того, что я открыл для себя будущее, эти семь лет каторги – ничто. Это пустота, потому что я открыл для себя вот этот великий феномен покаяния. Через покаяние приходит всегда обновление. В семье. Посмотрите, когда может быть обновление подлинное? Через покаяние. Так ведь? Когда только мы каемся, тогда в семье все обновляется. Знаете, у меня в этом году 30 лет моей семейной жизни. 30 лет. Как я вообще добрался до туда? Я сам не знаю. Так вот, всегда этот момент удивляешься, знаешь. Лежишь там, что-то поругаешься с женой. Пастор, ты что ругаешься с женой? Бывало. И вот что интересно. Поругаешься, я уже замечал там, раз, особенно по молодости, все в молчанку играют. Вот заметили, дома ходят тени. Ложишься на одну кровать. Квартира однокомнатная тогда была. Ляжешь спать-то негде, надо же, все равно. И вот лежишь ночью. И она там к тебе спиной. И ты к ней. И потом ты. Только одну фразу. Верочка. Она, ой, я тебя люблю тоже. И ты понимаешь, все. Все уже примирение пришло. Почему? Через покаяние. Иоанн говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз попиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Прямым сделайте стези его. И тут об Иоанне описано, как он выглядел и так далее. Но смотрите дальше. Кстати, очень сильно касается крещения. Шестой стих. И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Народ израильский приходит к Иоанну. И Иоанн их крестит. Вот знаете, интересно, что крещение, как явление, вот оно, его нет в Ветхом Завете. О нем нет, вот слов нет такого крещения. Там есть омовение, но нет крещения. То есть, другими словами, люди чувствовали потребность, исповедуя свои грехи, каким-то образом омыться. По этой причине крещение – это всегда образ нового посвящения Богу. Заново. Конечно, безусловно, когда мы начинаем новую жизнь со Христом, обязательно нужно креститься. Обязательно. Я убежден. Но знаете, с другой стороны, Библия также не отрицает того, что крещение может быть даже несколько раз. Я не скажу вам крамолу, но в принципе это бывает. Бывает глубокая потребность. У меня, например, была, я помню, как я приехал в Израиль. Это было, я уже был пастор, я уже служил, конечно же, я был уже крещен. Причем я крещен был несколько раз в своей жизни. Интересно, я крестился в 17 лет в православной церкви, совершенно осознанно крестился. Потом я пришел ко Христу, родился свыше. И когда я родился свыше, я мог, конечно, зачесть свое прошлое крещение, как многие зачитывают, знаете, там, задним числом. Но я как-то осознал, думаю, нет, мне надо креститься. Я крестился уже, будучи там парнем 21-летним. И, а потом уже будучи пастором, я приехал в Израиль, и я помню, я пришел к этой реке Иордан, и вот эти строчки, они прям всплыли. Написано, вся окрестность Иорданская выходила к нему. И крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Я не знаю, что со мной произошло, но там стояли ряд моих пасторов, друзей, евреев, ну, мессианские евреи, они стояли тоже рядом. И я говорю, я пошел креститься. Они говорят, как? Я говорю, вот так, пойду креститься. Все, прям пошел. Вот, знаете, бывает, чем тупее явление, тем почему-то в нем больше Бога. Я не знаю, почему. Чем более наивный какой-то поступок, вот почему-то Бог всегда хранит простодушного. Вот чем ты... Вы знаете, Евангелие, оно не в уме каком-то высокопарном. Евангелие в истине. И поэтому часто истина не принадлежит самым умным и самым великим, а принадлежит вот таким Форестом Гампом, таким странноватым, но у них всегда все получается. И вот удивительно, что я пошел и, главное, смотрю через некоторое время. Все пасторы, мои друзья, которые привезли меня из машины, вылазят, тоже белая одежда, и со мной тоже все. И такие, а мы не знали, что можно еще креститься. Я говорю, а чего бы нет? Мы раз крестились, я их, они меня. И вы знаете, я вышел и тогда думаю, а зачем Иисус вообще крестился? Но Библия говорит, что Иисус крестился. Неужели Иисусу нужно было каяться в грехах? Нет, Он единственная личность на земном шаре, которому не нужно было креститься, потому что у Него не было греха ни одного. Но все равно Он принимает решение креститься. Почему? Вот это, чтобы феномен нового творения зафиксировать на своей душе. И после этого, да, кстати, очень интересно, интересно написано, смотрите, 16 стих. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. Это 16 стих, 3 глава 16 стих. Вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И так не написано, что голубь сошел. А Иоанн увидел, как голубь спускается что-то на Иисуса. Спустилось что-то. А что что-то? Дух сошел на Него. С этого момента Иисус начинает свое служение. К Нему в жизнь пришло четкое обновление. Хотя Он уже был Сын Божий. Он знал свое призвание. Но человеку всегда нужен какой-то толчок. Слушайте, для чего мы празднуем свадьбы? Ну ведь можно же. Сошлись двое. Сходили в ЗАГС, печать поставили. И сегодня, как люди, как коты, знаете, небритые. Раз, живут многие без свадьбы. Но свадьба это фиксация. Фиксация того, что мы сегодня делаем новое начало. Мы новое творение. Мы приглашаем людей. Мы говорим, помолитесь за нас. Ну, муж и жена. Говорим, обновитесь. Мы хотим обновиться в нашей жизни. Теперь у нас новый статус. Вы знаете, я каждые пять лет, мы каждые пять лет женой обновляем наш завет. Каждые пять лет. Сегодня 30 лет. И вот 25 лет, когда был наш день свадьбы, это был 13 августа, и мы, по иронии судьбы, вместе с ней попали на собрание епископов в Финляндии. Не мы это запланировали, просто была запланирована нашим союзом эта встреча. Там собрались все дядьки нашего союза, самые перцы перцовые, какие только бывают, во главе с Сергеем Васильевичем. И вот мы там собрались. Мне жена говорит, слушай, у нас как бы день свадьбы. Я говорю, ну сходим в ресторан куда-то. Ну сходим, посидим, всем скажем там, ну помолятся за нас. И вы знаете, и вот мы сидим, а это был выезд епископов российских с женами. И вот мы бы сидим в Финляндии. И я шепчу так одному другу, там говорю, слушай, у нас вот день свадьбы, послезавтра. Я говорю, давайте там скажите, Сергей Васильевич, может, все соберемся, помолимся. Вот мы с женой в ресторан сходим. И раз все такие говорят, слушай, у вас день свадьбы. Один сразу побежал, снял, представьте, снял где-то церковь деревянную, самую большую во всей Европе. Она находится в Финляндии, прямо в этом местечке недалеко. Он договорился там с местным пастором, сказал, слушай, тут у нас такое событие. Другой нашел старый автомобиль, какой-то Кадиллак, там чуть ли не 25-го года. Я не знал, что это Колымага вообще ездит. И вот мы с утра выходим с женой, выходим позавтракать, и вся эта толпа говорит, поехали. Мы сели, они все тоже на машинах, а мы вот в этой машине. И во Фраке едет вот мой друг как раз, тоже епископ, едет во Фраке вот на этой машине. Мы приезжаем в эту церковь, деревянная, красивая в Финляндии церковь, протестантская старая церковь. Заходим, там как-то все красиво, и все собрались и говорят, если вы хотите обновить завет, мы будем все свидетелями. И вот они зачитывают, эти все ребята, что мы там с женой, буду с тобою в болезни, здравии, в скудости, в изобилии, там ты-ды-ды-ды-ды. Только не люблю эту строчку, пока смерть не разлучит нас. Я жене говорю, да не разлучит она нас, давай верить, что не разлучит. И на небесах мы с тобой будем. Вот, обязательно. А то говорю, мне плохо будет, если ты замуж выйдешь здесь на земле. Мне неприятно будет. Вот. Точно. Поэтому давай как-то мы, ну, если вдруг так случится, всякое бывает, я раньше отойду, она останется. Как-то не очень. Хотя, по-честному, она имеет право. Но я говорю, Верочка, давай-давай, вот без этих слов. И, в общем, нас благословили. Я стою, плачу почему-то. Она не плачет, я плачу. Думаю, что, мужики, сентиментальные становятся с годами. И вдруг понимаю опять, потому что обновление. Потому что с этого момента мы берем новый курс. Еще один курс вперед. Еще какое-то время нам Бог отмерил, и мы как бы крестились сегодня опять в наш брак. И вот об этом крещении идет речь. Вот здесь Иоанн говорит о том, что, ребята, омывайтесь, потому что я от вас требую нового, нового творения. Вы знаете, еще есть один пассаж, также об Иоанне, очень интересный, где Иоанн крестит людей. И вот интересная мысль. Это в Луке 1 глава 17 стих. Смотрите, это пророчество об Иоанне, и оно очень интересно звучит. «И предидет пред ним в духе и силе Иллии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и смотрите после запятой, и непокорив им образ мыслей праведника». Смотрите, вот внимательно написано, он придет, когда крестит тебя, когда сойдет Дух Святой, непокорив им, он вернет образ мыслей праведника. Поэтому, если вы записываете хоть какие-то пункты или запоминаете сегодняшнего моего послания христианского, первый, самый важный пункт, новое творение начинается с нового мышления. Всегда новое творение, всегда новое творение, новое начало начинается с изменения твоих мыслей. Будут чистые мысли или другие мысли, будут другие результаты. Если ты начнешь по-другому мыслить, ты будешь другим человеком. Потому что все начинается с мозгов, и я всегда говорю, поймите, Иисус три года ходил со своими учениками, не просто делал чудеса перед ними, как какой-то, знаете, фокусник. Он три года учил их по новой мыслить. Три года вкладывал своих парней, чтобы они мыслили иначе. Потому что Слово Божие имеет свойство, как воды, омывать твое сознание. Вы знаете, друзья, о чем я вот часто размышляю. Если Библия говорит, он пришел вернуть непокоривым образ мыслей праведников, значит, вот это и есть задача церкви. Вот сегодня мы в Америке начали служение. Кстати, сегодня у нас там будет продолжение служения. Я уже пишу нашим ребятам, все, давайте, продолжение служения. Не ослабевайте их там, человек 40 наших людей, которые сейчас во Флориде. Так вот, я говорю всегда в Америке, ребята, церковь в Америке это форма выживания. И они даже многие не понимают. Почему? Я говорю, потому что это страна свободы. Свобода это когда тебя кто-то обманул, что ты свободен. И ты думаешь, что ты вот реально свободен. И люди не знают, что с этой свободой делать. Потому что мозги их извращенные. Ну представьте, если человек наркоман, ему дали свободу, он еще быстрее себя убьет. Если алкоголику дали свободу в алкоголе, а он зависимый человек, он еще быстрее себя убьет. По этой причине свобода, она людей очень сильно развращает. И я говорю, посмотрите, сколько непотребностей вокруг вас. Вот особенно в Соединенных Штатах. Поэтому говорю, как вы будете растить своих детей? Как вы будете сохранять брак? Ну как, если каждая женщина в США, она информативно просто бомбардируется каждый день изменой? Ну каждый день. Представьте, там открываешь ТикТок, телевизор, ты еще не спала с таким-то? Да ты вообще живешь зря. Да ты что, тебе 30 лет, у тебя было только трое. Должно быть 10, поставь новую цель, 25. И все женщины ходят под этим бомбардировкой. Поэтому мужики ходят, они постоянно вокруг них, там этих жен бегают, прячут и так далее. Почему? Свобода. В России в другую сторону. В России мужчины больше болеют той болезнью, чем в США Америка. В Америке женщины, простите. Так вот, по этой причине я объясняю всем. Вы поймите, друзья, церковь это единственная форма выживания. И когда люди в Америке это слышат, и потом я следующий беру этап, говорю, и в России так же. Церковь это единственная форма выживания. Я вообще не представляю. Я лично не представляю. Я реально не представляю. Вы, может, представляете? Я не представляю. Как можно жить без Христа, без церкви в сегодняшнем мире? И люди говорят, ну, можно как-то? Ну, наверное, можно. Как, знаешь, живешь как свинюга. И говоришь, да вроде можно жить. Тебе говорят, ну, ты как свинюга. И ты в ответ. Ну, конечно, ты. Ну, потому что посмотри на свою жизнь. Я с соседями вот разговариваю. Они именно, ну, к сожалению, хорошие люди. Вы поймите, я не говорю про то, что это плохие люди. Вы услышите мою мысль. Я вообще не об этом. Они могут быть великой души люди, замечательные люди. Но первое, их жизнь идет в никуда. Совершенно бессмысленно, потому что смерть и все перечеркнет. И второе, у них на земле размытые ценности. Ты детям попробуй объясни сегодня девушке 20-летней, что вне брака там нельзя спать. Она даже не поймет тебя. Ни один отец не может удержать. У меня вот соседи прекрасные люди. Прекрасные. Я знаю их с детства. Ну, не соседи, а в соседнем районе. Я их встречаю часто в магазине. Замечательные люди. Мы вместе учились. И вот разговариваем на добром, хорошем языке. Как твои дети, как мои. Я говорю, у меня сын вот женился, дочка там замуж вышла, а у тебя? А он, у меня дочка, вот они живут сейчас с парнем. И совершенно спокойно в его голосе. И я ему говорю, слушай, это нормально, что у тебя вот дочку 20-летнюю берет какой-то чувак и ведет, и она с ним где-то спит. И он, ну, а что я сделаю? И я понимаю, он прав. Потому что, ну, что он сделает? Она его пошлет на трибука, вот тебе и вся красота. Вот и все. Ну, я говорю так по-доброму, говорю, слушай, у меня это просто невозможно. Вот просто в моей семье это невозможно. Почему? Ну, потому что, ну, потому что мы живем по слову. Потому что это будет конфликт в семье. Ценностный конфликт. Дети будут понимать, что если они таким образом ведут себя, то какой-то будет конфликт с родителями, с церковью, ну, ну, будет моральный конфликт. Я вас не теряю, народ. По этой причине я даже не понимаю, как жить в этом мире без слова Христа. Так вот, что интересно. Вообще человек в свободе, в истинной быть не может. Вот в идеальном понятии в свободе он жить никогда не может. Он всегда будет находиться под каким-то информационным полем, каким-то политическим, каким-то ценностным колпаком. Все равно. Особенно мне сейчас это видно, который ездит то в США, то сюда. Я приезжаю в Америку, большинство людей прямо находятся под определенным информационным колпаком. Вот особые представления там о России, о том, о сём. Когда я приезжаю в Россию, я вижу точно так же, как мы находимся, россияне, под тоже информационным колпаком. Нам тоже кажется, что это вот так, вот так и вот так. И знаете, мы все находимся в какой-то... И каждый думает, что его понимание мира самое истинное. А на самом деле, друзья мои, мы никогда не будем свободны. И когда Иисус даже сказал такие слова, если Сын освободит, вы истинно свободны будете, он подразумевал только одно, чтобы мы промывали своё сознание и его словом. Вот когда его слово промывает наше сознание, когда нам люди даже говорят, да вы религиозные фанатики, вы ходите в свою церковь, и я всегда говорю, да это так прекрасно. Апостол Павел не стыдился называть себя, будучи свободным, называть себя рабом Иисуса Христа. Иоанн пишет своё послание, Иоанн, раб Иисуса Христа. Пётр пишет своё послание, Пётр апостол, раб Иисуса Христа. Другими словами они говорят, да, моё сознание, оно не свободно, потому что свободы нет ни у кого, ты всё равно будешь заложником каких-то информационных потоков. А я хочу, чтобы моё сознание промывалось максимально Словом Божьим, его любовью, его истиной. И поэтому мы видим эту фразу, непокоривым он хочет вернуть образ мыслей праведника. Возвращаемся к Матфею 3 главе. Интересный такой посыл здесь. Опять же мы её читаем. В 7 стихе написано, Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, В рождении Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Интересная взаимосвязь. С одной стороны, эти люди шли вроде бы креститься, и они идут тоже к Иоанну, фарисеи, саддукеи, то есть религиозные деятели того времени. Это, знаете, сегодня прообраз таких вот напыщенных, каких-то удовлетворённых жизнью, поймавшие удачу за ногу, как-то уверенные в себе, и при этом с таким, знаете, религиозным напылением. У всех вот есть крестик на шее, в сердце нолик, но главное, что вот тут у меня тут всё правильно, вот у меня моя религия, всё, не трогайте меня, называется. И они тоже хотели идти к Иоанну. Иоанн тогда говорит, слушайте, ребята, вы порождение Ехидины, то есть змеиное отродие, такие слова-то нелёгкие, знаете, услышать, змеиное отродие, и говорит, потому что вы бежите от будущего гнева. А почему? Не потому что они согрешили. Те люди, которые шли креститься, они тоже были такие же грешники. Они не собирались просто менять свой образ жизни. Они не собирались обновляться по-настоящему, эти парни. Они всегда давали оценку всему. Знаете, вот есть такая категория людей, она такая поганенькая, и она сейчас модная стала, как-то вот мода вошла такая. Вот человек всё знает всегда обо всем, даёт оценку. Сидят там две подружки, вот эти ручки делают там, хо-хо, да. Знаешь, одеваться не умеет вообще. Ты посмотри, в какой рубашке ходит. Мода. Волосы покрасила не в тот цвет, там что-то губы не так накачало, машину не то купили, что-то всегда сад не так сделан, баня не так построена, дизайн не тот. И ты смотришь на них и думаешь, ты чё, архитектор что ли? Ты чё там разбираешься во всём от моды до автомобилей? Откуда этот опломб? Ну, куда деваться? Как избавиться от опломба? И вот эти товарищи были такие же. Они всё знают. А потом смотришь у этих же людей, потом такие косяки, потом дети начинают такое исполнять, что ты думаешь, лучше я буду неправильно одеваться. Вон сегодня, с баптистами-пятидесятниками до сих пор все смеются. Всё у них не так, всё это там, старомодные эти все, все эти консерваторы ходят в этих юбках длинных, там эти волосы длинные, за модой не следят. Но почему-то как не встречу вот семьи тех людей, которые приходят потом в церковь, их дети. Всегда они пример. Пример в школе, пример на работе, пример в семье. Так ты думаешь, что лучше-то, покраситься что ли и всё знать, но потерять собственных детей, включая мужа. Или наоборот, друзья мои, может быть даже не быть экспертом в моде современной, но сохранить своих детей, сохранить своё будущее, дать себе новый импульс для жизни. Поэтому, друзья мои, что-то я сегодня какой-то заведённый, прости, Господи. Не знаю почему. Итак, друзья, и фарисеи были именно такими людьми. И знаете, он говорит, сотворите достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, Бог может из камней сих воздвинуть детей Аврааму. Удивительно, что эти люди могли гордиться только одним, своими, вот знаете, прошлым, великим прошлым. Смотришь, вся аристократия гордится, что у них там кто-то в предках был, там кто-то. А религиозные люди гордятся, что их религия самая древняя, она там ещё, от апостолов. И ты говоришь, слушай, вот что важнее, прийти хвалиться то, что у тебя там откуда-то корни, или похвалиться тем, что ты изменил свою жизнь, дал новое начало, что Бог изменил твою душу, дал тебе новый импульс. Знаете, сколько я вижу вот этого духа обновления во Христе у людей. Знаете, намного прекраснее человек, который когда-то говорил, я был алкоголик, и сегодня благодаря Христу обновил свои мысли и сегодня не пью. Я уже в завязке 10 лет. Это прекрасно. Тот наркоман, который не мог избавиться, никто не мог ему помочь избавиться от наркотиков, и он говорит, благодаря Христу моё сознание изменилось, и сегодня у меня есть дети, есть жена прекрасная. Таких примеров куча. В нашей церкви куча таких примеров. Это же намного прекраснее. Та мамочка одинокая, которая осталась там с ребёнком, возможно согрешила там каким-то образом, осталась без мужа, но набралась в себе силы просто прийти ко Христу и говорит, я посвящаю новую жизнь своему ребёнку, своему будущему, и потом становится прекрасным человеком. Вот это прекрасно, а не то, что там у тебя в предках было. Да, тем более мы все из рабочих крестьян. Так ведь страну устроили кто? Рабочие крестьяне, а сейчас все намазались там графами, графами без ухами там какими-то. Я говорю, какие без уха? Вы все уехали в 17-м году, а мы остались колхозники. Теперь обновились и живём во Христе. Второе, друзья мои, вторая очень важная мысль. Новый человек – это мечта философов, а возможен лишь во Христе. Смотрите, удивительно. Новое творение, вообще новый человек, этим всегда грёзили философы. Ницше, я помню, ещё в университете мы проходили, когда его работы, там так говорит Заратустра, он создал идею сверхчеловека, которого потом пытались нацисты воплотить в жизнь. Ничего не получилось. Советский Союз тоже говорил о новом человеке, который построит будущее, коммунизм. Кстати, интересно, что у нас на Верхней Волжской набережной, я прямо недавно иду, смотрю, стоит Стелла, и выгравированы слова Горького о новом человеке. Ну, добрые, хорошие слова. Это были вот его чаяния, что вот ты там новый человек, построишь новый город, тогда Нижний Новгород, Горький. И вот, я читаю всегда и думаю, философы всегда грезили новым миром, в котором будут жить новые люди. И знаете, и они вот забывают, что пробовали уже строить, и ничего не получалось. Но по-настоящему новый человек может быть только во Христе. Вот только во Христе он может реально поменяться на 180 градусов, поменять свой ход жизни. И апостол Павел, в Колоссянах 2 глава 8 стих, говорит, очень интересно, он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу. Павел говорит, друзья мои, вас всегда будут вот как будто бы дурачить. Вот по философии какой-то, по психологии какой-то. Возьмись за себя. И, наверное, ты поменяешься. Ну, наверное. Я же не говорю, что ты вообще не поменяешься. Безусловно, можно сбросить вес. Ну, безусловно, можно настроить себя на какие-то позитивные импульсы. Я вообще удивляюсь. Я недавно разговаривал с человеком с одним, даже, по-моему, рассказывал на одном из собраний. Разговариваю, и мы летим в самолете. Очень умная женщина, интересная женщина. Разговариваем с ней. Достигла многого. И вот она говорит такую мысль. Она говорит, вы знаете, сейчас современная психология сделала прорыв. Прорыв. Там Мартин Селигман, там еще Эдит Ева Эггер. Вот они пишут такие вещи, что чтобы войти, как бы поменять свою жизнь, нужно не копаться в прошлом, как было популярно, вот старые паттерны, там в них копаться, в старых ранах, а переформатировать свои мысли в хорошее будущее. И вот таким образом как бы переформатировать себя. Я говорю, знаете, вот вы такие имена называете, там Эгер, там ты, это ты, Селигман. Я говорю, я вот знаю имя, апостол Павла. Я говорю, знаете, кто он был? Она, ну, апостол Павел, это сложная религиозная книга. Я говорю, вообще не сложная. Вообще, она тупее не бывает, там слова написаны про него. Написано, я был убийцей. Вот апостол Павел. Мы его знаем сейчас как апостол Павла. Это сейчас мы с придыханием говорим, апостол Павел. А был он, Саввел, написано, дыша угрозами и убийством. Про него сказаны такие слова. Что он взял письма у каких-то там начальников, чтобы идти и убивать с этими письмами. Религиозный фанатик, совершенно нечестивый, злющий, как черт, вот этот парень. И идет по дороге в Дамаск, чтобы убивать людей. Представьте. И по дороге встречается не с Мартином Селигманом. Он не встречается с там еще какими-то великими философами и великими этими психологами. Он встречается со Христом лично. Бах! И встретился. Иисус что ему сказал? Он говорит, зачем ты гонишь меня? Он говорит, я гоню. Да гонишь ты, ну так не сказано, но он говорит, гонишь ты, понимаешь, Саввл, потому что ты идешь вообще не туда. И Саввл написано ослеп на какое-то время. Через некоторое время помолившись, его глаза открылись, и он начинает писать все свои послания. Любите друг друга, любовь превыше всего. Первый кориффином тринадцатый глава. Все про любовь, великая ода любви пишет человек, про которого в Библии сказано, хотел убивать и насиловать. А вот тут он говорит, любите друг друга. Слушайте, это патология вообще. Это, я ей говорю, вы понимаете, это вот и на этом стоит все христианство. И апостол Павел говорит, забывая заднее, простираемся вперед. И она слушает меня, говорит, что это в Библии? Я говорю, это нарратив всего Нового Завета. Друзья мои, я вас не теряю, вы как-то вот, не знаю. Это же нарратив всего христианства. Поймите, блудный сын вернулся к отцу. Отец дал ему новую печать, дал ему все, то есть дал ему новое начало. Он говорит, сынок, все старое прошло, теперь все новое. И славы в славу ты пойдешь, сынуля. Это мое Евангелие, поймите. Вот это Евангелие, которое раскопал в конце концов Достоевский в своей книге «Преступление и наказание», когда парень говорит, у меня новое начало. Да, я еду в тюрьму, но у меня новое начало. Один из наших пасторов в нашей церкви, один из наших, я всегда про него рассказываю, может быть, много историй, но он такой самый хороший рассказчик, Артем наш, Пивоваров, который сейчас в Сан-Франциско пастерствует, он с нашего Нижнего Новгорода, он говорит, пастор, я, говорит, такой был уставший, уставший, говорит, от жизни, от наркотиков, от всего, говорит, пустой совершенно человек. Говорит, даже бежим из квартиры, убегаем и говорит, за нами полиция бежит, мы разбегаемся, а он говорит, а я внутри думаю, да хоть бы посадили меня наконец-то, говорит, эта жизнь кончится. Говорит, лег в снег, меня, говорит, скрутили, я даже не сопротивлялся, привели там адвокат, чего-то, Артем, тебе это вешают, это, это, а он говорит, а у меня слова как в тумане все, адвокат что-то говорит, мне, там тебе, ну смотри, пятерку ты получишь минимум, пятерку, а он говорит, я в тюрьме сижу, говорит, здесь на этом, на Гагарина, и он говорит, я стою в решетку, смотрю, а там университет, через дорогу, и он говорит, я стою и думаю, говорит, еще не понимаю ничего, и думаю, господи, помоги мне вот в тот университет поступить, и сам думаю, чушь несу, наркоман погонный, мне сейчас пятерка, минимум, пять лет тюрьмы грозит, Адвокат мне говорит, это максимум, на чем мы можем тебя срезать. И Артем говорит, я сижу, жду своего суда. И говорит, и суд. Говорит, на суд выходит. И говорит, адвокат, что-то там, судей чего-то. Ну, это еще я его рассказ пересказываю. Артем говорит, я тоже как в тумане стою на этом суде. И мне там, вы, пивоваров, то-то, 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 виновные. Что скажет свое оправдание? И он говорит, да ничего не скажу. Я наркоман, понимаете? Вот и все. Они говорят, а в этом преступлении у вас есть какое-то там оправдание? Он, нет никакого, это тоже я. Ему, а вот тут воровство? Он, и там я. Говорит, стою во всем. Адвокат ему, молчи, ты что, ты сейчас договоришь вообще на десятку. Артем говорит, а я стою. И говорю прям судье. Он прям стоит и говорит, я судье говорю. Знаете, ваша честь, я наркоман поганый, у которого нет ничего. Ни здоровья, ни будущего. И говорит, вы знаете, что я хочу? Прям судье. Артем говорит, я прям судье говорю. Я хочу, чтобы у меня был какой-то шанс. Жизненный шанс. Просто поменять свою жизнь. Каким-то образом. Как ее поменять? Он говорит, ваша честь, я не знаю. Но если бы у меня был такой шанс. Ему условно два года дают. Тогда же, говорит, адвокат плачет, стоит. Как такое может быть? Артем говорит, я вышел на улицу и думаю. А я же продолжаю быть наркоманом-то. Он говорит, я сел в автобус, еду в автобусе. Костю Аскалина нашего встречает. Говорит, Костян, ты что, не колешься? Он говорит, нет. Говорит, а как ты не колешься? Говорит, а я в церковь хожу. Он говорит, возьми меня. Пришел в церковь. Мало того, поменялся. Поступил в университет. Поступил. И Артем говорит, вот сижу, сдаю экзамены по философии. Говорит, ничего не читал. Говорит, вообще мне так скучно всех этих парней читать. Потому что они без Христа все. Говорит, скукотища. Я, говорит, сижу на экзаменах. И на этом экзамене ему говорят, ну, пивоваров, отвечайте. А он говорит, можно я кое-что скажу? Ну, перед тем, как отвечать ему там, да. Говорят. Он говорит, вы знаете, вот в те окна, видите, вон окна. И говорит, там тюрьма, решетка. И такие все преподаватели, все такие умные философы смотрят. Он говорит, вот лет пять назад я, говорит, там сидел. Вот за теми решетками. И говорил, Господи, дай мне шанс выбраться. И я хочу поменять свою жизнь полностью. Полностью изменить ее хочу. И говорит, и вы знаете, мне этот шанс небеса предоставили. И я сказал, я хочу поступить в университет. Вот в тот. И говорит, и вот представляете, что может сделать Бог? Что я сегодня здесь, у меня жена, у меня ребенок, не знаю, двое тогда было или один. И он говорит, это дал мне Господь. И вот в него я в этого Христа верю. Ему сразу пять идите пивоваров. Вся комиссия сидит, чуть ли не плачет. И он говорит, вот в этом-то суть христианства. И вот когда этот Артем приезжает, он, кстати, на той неделе у нас во Флориде проповедовал. Он прилетел в Сан-Франциско к нам. Я говорю, Артем, прилети. Вот. К чему я говорю? К тому, да, еще говорит, что он сейчас пастор в Сан-Франциско. Я говорю, Артем, ты даже в Сан-Франциско заехал. Мы не заехали, а ты там в Сан-Франциско пасторствуешь. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что третий пункт гласит. Изменишься ты, изменится все вокруг тебя. Поймите, что если ты изменишься, будет меняться твое окружение, твоя семья, будет меняться твой бизнес, будет меняться твое здоровье. Все будет меняться, если ты станешь новым человеком, если ты захочешь измениться. И философы всегда хотели того, чтобы был новый мир, в котором были бы новые люди. Но нового мира так и не существует. Люди также злы и также нуждаются в покаянии и во Христе. И я тоже опять еще закончу одну историю, и уже приземляемся. У меня друг есть хороший, такой Яков Нойфельд, пастор у меня постарше лет на 10 в Германии. Он потому что немец этнический, и он был в Советском Союзе в Казахстане. И когда немцы, Советский Союз распался, они переехали в Германию. И вот сидим с Яковом, и Яков говорит, ты знаешь, я в армии служил в Советском Союзе. И он был из верующей семьи. Его с детства были родители баптисты, он вырос в баптистской семье. И он говорит, и вот я пришел в армию, сижу, и все знают, что я не комсомолец, единственный не комсомолец. А в то время, чтобы создать новый мир, должны быть новые люди. Новые люди должны быть комсомольцы. Комсомолы – это ум, честь и совесть нашей эпохи. И он говорит, и вот мы служим в армии. Меня сразу воспринимают какого-то ненормального. Баптист, не комсомолец, щокнутый, странный, Советский Союз строить не хочет, вообще ненормальный. И Яков говорит, ну я живу там и живу обычно. И однажды, говорит, собрались в красном уголке, в ленинской комнате, собрались вот вся их там рота, и с ними проводят политинформацию. И сидит с ними там офицер, политрук и говорит, вы знаете, солдаты Советской Армии, мы должны встроить будущее, коммунизм, и нам нужны новые люди, новая эпоха, новое сознание, новые комсомольцы. И говорит, как бы вот выглядел по-вашему такой вот настоящий человек будущего. Ну и там парни, кто курит, кто что, сидят, говорят, он должен там таким быть ответственным, работящим, честным, безусловно, без вредных привычек, само собой матом не ругаться. И вот, говорит, все сидят, разговаривают, и он говорит, ну вот кто бы в пример мог, вот кого бы вы могли представить, со всего нашего батальона даже, не взвода, а всего батальона, там не знаю сколько, сотни солдат. И все такие сидят, и говорит, все вдруг, Яков Нойфельд, вот, говорит, он единственный. И политрук, говорит, сидит и не поймет, вот баптист, самая погонь какая может быть здесь. Вот среди нас быть, кто даже не комсомолец. И вдруг все честные комсомольцы показывают, если у нас есть какой-то здесь такой человек будущего, который построит коммунизм, Яков Нойфельд. И Яков говорит, мне даже как-то совестно стало, я говорю, я не претендовал на строителя будущего государства. И все согласились даже вот в этом. Представьте, что даже вот философы, даже политические партии и то сходятся к тому, что выбирают какого-то парня, который оказался поменен опять же Иисусом Христом. Друзья мои, изменишься ты, изменится все вокруг тебя. Новый человек, мечта, философия возможно только через Христа. И новое творение всегда начинается с нового мышления. Давайте поднимемся и будем молиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за Твою милость, за Твою благодать, Отец. Я благодарю Тебя, Отец мой, за Твою жизнь в нас. Благодарю Тебя, Господи. Твоя жизнь, Господь, да приходит к каждому из нас. Господь, я прошу Тебя, дай нам этот импульс нового творения. Мы хотим стать новыми творениями, Господь. И если даже кто-то заблудился, остановился, Отец мой, мы имеем потребность в обновлении в Тебе. Отец, обнови наш дух. Обнови нас, Господь, в нашем сознании и в нашем сердце. Дай нам новую жизнь во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за новое творение, которым Ты называешь нас, Отец. Я благодарю Тебя, что сегодня, Господь, мы освобождаемся от многих вредных привычек. Господь мой, от загнанности. Господь мой, от депрессии. От темных мыслей, Отец мой. От бессмысленности существования. Но в Тебе мы имеем надежду. Будущность, Отец мой. Благодарим Тебя, наш Царь и наш Бог. Аллелуя. Благодать Твоя да будет с нами.